Памятник Байдыбекби Казахстанской области. Интересно, что архитекторы и скульпторы предлагали классические примеры статуй, где знаменитые в стране люди прошлого восседают на коне. Однако было решено отойти от классики и сделать нечто новое. Для установки памятника выбрана одна из самых высоких точек в северной части города Шимкенте – 220 метров. Фигура общим весом в 9 тонн была изготовлена из кованой меди в рекордные сроки – всего за 20 дней. Над ее созданием трудилось 40 сварщиков-ковщиков высокой квалификации. Это были местные мастера и специально приглашенные работники из Узбекистана и Киргизии. Автором памятника стал известный скульптор Насыр Рустемов, а инициатором этого проекта выступил главный архитектор Южно-Казахстанской области Бахаджан Ашарбаев. Примечательный факт – средства на создание и установку памятника, порядка 25 миллионов тенге, были выделены местными южно-казахстанскими предпринимателями в рамках социальной ответственности бизнеса. Байдыбек Харашаулы – прославленный бий-батыр казахского народа. Легендарный первопредок казахских родов старшего жуза. Был другом и сподвижником Тамерлана. Прославился в народе своей справедливостью, меткостью слова, человечностью и мудростью, а также как человек, активно участвовавший в объединении казахского народа. К памятнику ведут высокие ступени, а с площадки открывается чудесный вид на Шимкент. Памятник Байдыбек Бию уже стал главной городской достопримечательностью, он очень понравился горожанам. Одни увидели в нем символ единства казахстанцев, другие – важный воспитательный момент для подрастающего поколения. На этом все. Это был небольшой рассказ о самом высоком памятнике Казахстана. Не судите строго, так как это был мой первый ролик, который я озвучил. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться, если еще не подписались. До новых встреч, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok